Конечно же, более такие крупные фигуры подвижные, 829 рублей, вот такая мышка, девчонка, очень эффектные, красивые, тут, конечно, к ним вообще никаких претензий нет. Вот такие на ножках подвижные, 65 сантиметров, 829. Супер выглядят они, и Дедушка Мороз, 829, тоже ножки разгибаются, подвижные. Также вот такой Дедушка Мороз, кукла под елку, 990 рублей, очень аккуратно выполнено лицо, нарисовано у него. А где же Снегурочки, пока только Дедушки Морозы, вот такой еще за 1100 санта. Санта, 45 сантиметров, несет мешок с подарками, тоже, конечно, выполнен достаточно аккуратно, все выполнено красиво, даже очки. И самые большие подвижные фигурки по 1500, 1539 рублей, есть Санта, есть Олень, и вот еще Олень, по-моему, это такой же, да, такой же. Мои любимые подвески по 99 рублей, вот такие лыжи в красном цвете, в белом цвете, у нас уже такие есть, выглядит на елке очень атмосферно, поверьте, если елка зеленая, то точно понравится. Такие интересные, по 98 рублей, достаточно большая подвеска, вот тоже обратите внимание, смотрите, как красиво. Есть елочка, есть в виде шарика, выполнены из дерева, смотрите, как классно. Внутри в шарике едет машина, елка, внизу также шишечки, подвеска. Какая же длина у нее, она достаточно большая, не знаю, не написано нигде, какая длина, но подвески деревянные красивые. По 25 рублей. В блестках, я показывала уже в других цветах, есть объемные бантики, есть вот такая елочка с бантиком, очень тоже интересный вариант за такую смешную цену, особенно если какие-то подделки украшать подойдет. И по 40 вот такие подвесочки, леденцы в золотом цвете, классно выглядят, очень аккуратно, добротно сделаны. Это, конечно, пластик, но тем не менее, тут светлее, что ли, цвет, как будто этот светлее золотой, а этот темнее, то ли потому, что их тут много висит. И вот вижу, были еще в красном цвете, по всей видимости, уже разобрали эти леденчики. Стеклянные колокольчики по 130, они выполнены под старину, вот так, смотрите, и внутри шишечка. Есть золотые, красные и зеленые, ну и цена, как за стекло. Еще в том году были стеклянные, что-то в этом году я их не вижу, может быть, где-то дальше, хочу рассматривать еще и ручной работы тоже. Ну, сейчас пока пройдемся по вот этим. Стекло, между прочим, шар елочный, обратите внимание, за 59 рублей. Есть золотые и красные. Отличные цены, Вашанна, стеклянные шары, что не говорите. Украшение елочное, вот такое, 104 рубля, смотрите, как ярко. Очень симпатично выполнено. Я считаю, стоит своих денег. Если у кого на елку подходит, берите, не задумываясь, выглядит шарик эффектно. Вот такой по 55 рублей пластиковый шар. Вот только что мы смотрели за 59 стеклянный, вот он, а вот тут за 55 пластиковый. Так что читайте, что берете. Вот здесь, например, виден стык. Сразу видно, что шар пластиковый, выполнен не так качественно. По 15 рублей 6-сантиметровые шарики. Они классические, есть каждый год матовые, глянцевые и золотые, с блестками. И также есть золотые, тоже 6 сантиметров, тоже 15 рублей. Такой же вариант, есть большего размера, 8 сантиметров, уже за 35,99. И также за 60 рублей, 10 сантиметров, тоже вот такие большие шарики. Есть совершенно разной цветовой гамме. Вот здесь сейчас представлены у нас красные и золотые, где я смотрю. Также вот такой интересный шарик, стеклянный, матовый, за 92 рубля. В двух цветах, золотой и красный. По-моему, тоже выглядит очень эффектно. Золотой цвет, красивый такой, изумрудный. Если кому подходит, обратите внимание. По 48 рублей, елочный пластиковый шар, который стоил 60. Сразу со скидкой. Вот такой интересный вязаный орнамент. Вот такой еще. И вот такой вот, объемный, красиво смотрится. Но цена как-то завышена. Шарик маленький достаточно. Не поняла я, почему такая цена за пластиковый шар. Ну да ладно, 6 сантиметров. Вот их несколько, что ли? А, вот оно что, здесь три шарика. 48 рублей, это цена за три шара. Но тогда, в принципе, вполне себе даже приличная цена получается. Выгодно. По 25 подвески. В двух цветах. Есть колокольчики. Блестящие елочки. И что-то еще. Где-то третий вариант. А, вот они, звездочки. Блестящие. Также есть красные шарики. И вот такие пластиковые по 55. Внутри с пайетками. В красно-золотом цвете. Но переливается эффектно, скажу я вам. Подвеска-шишка 39 рублей. Ну, классические шишечки, я считаю, что будут украшением любой елки. Тем более за 39 рублей. Конечно, это пластик. Но, тем не менее, шишка достаточно большая. 9 сантиметров. Вот, смотрите, даже в руке видно, что размер хороший. На любой елочке будет красиво. Вот стеклянные шарики. Внутри фигурка Дедушки Мороза. Шарик 6 сантиметров за 116 рублей. Мне нравится, что подвеска здесь на такой вот красивой петельке. Симпатично оформлена. Надеюсь, вам видно. Дед Мороз выполнен тоже достаточно аккуратно. Подвески по 20 рублей. 21 рубль вот такие. Смотрите, сколько их здесь в блестках. Мы в том году брали ангелочков. Очень эффектно смотрится на елке. Всего за 20 рублей. Хорошо, как на елку. Для, знаете, для массовки. Елка большая, как у нас. Чтобы заполнить пустые места, может быть, сзади елки повесить. Можно вот набрать еще вот таких. Либо на подарок украшать. Вот, смотрите, можно отрезать ленточку и прикрепить к подарку. Всего 20 рублей. Есть также красные. Тут тоже ангелочки, олененок. Есть даже объемные тоже. Тут главное брать сразу, потому что чем дальше, тем они будут оставаться более такие, знаете, уже затертые. С вот такими черными частями. Сейчас еще есть выбор. Также на какие-то подделки. Отличный вариант. Вот еще есть вот такая звездочка. В общем, выбор хороший. Обратите тоже внимание. За такую-то цену они точно стоят своих денег. По 61 рублю шарики пластиковые. На пластиковых, что мне не нравится, сразу видны стыки. Но с другой стороны и 61 рубль стоит. Есть глянцевый золотой, матовый золотой, матовый красный. Но зато красивая ленточка. Такая на подвеске, как у конфетки. По 59 вот такие же шарики. Тоже пластик. Золотые и красные. Вот такой наборчик шариков. 10 штук в наборе идет. Тоже скидка на них. Смотрите, сейчас 46 рублей. Если кому на маленькую елочку надо, 3 см. Шарики. Золотой вариант есть. И красный. В наборе будут матовые, глянцевые и с блестками. Стекло 99 рублей. Стеклянная елочка. Я люблю прозрачные игрушки. Вот он, прозрачный шарик. Нарисована на нем елочка. Внутри блестки. Я же начала заговариваться от всей этой красоты. Вы только гляньте. Выглядит очень эффектно такой шар. Подвеска у него сверху вот так дерево. И веревочка. Стильный шарик. Посмотрите, как красиво. Выглядит эффектно. 55 рублей пластиковый. Хоть и пластиковый, но посмотрите, как красиво выполнен. Это что-то нереальное. Я думаю, тоже будет любой елке отличным украшением. И по 65 елочные украшения тоже пластиковые. Но вот эти в полосочку, они всегда классно смотрятся, эффектно. Есть еще вот такой вариант. Снизу как припудренный. Тоже красиво. Такие большие по 60 подвески пластиковые. Ну, это знаете, такой пенопласт и сверху блестки. Есть шарики и вот такие удлиненные, конусообразные. Сколько сантиметров? Так мелко написано, вообще сложно что-то понять. А, 8 сантиметров на ценнике указано. Набор 49 шаров по 3 сантиметра. Тут есть белые, золотые, красные. Есть матовые, есть глянцевые. Есть в блестках 290 рублей. Такой наборчик стоит, тоже симпатичный. По 60 рублей пластиковые шары. Есть в золотом и красном цвете. Вы посмотрите, какая красота со снежинками. Пластиковые шары по 50 рублей, матовые. Смотрите, как красиво, с вот такими звездочками. И по 59 вот такой пластиковый шарик. Мне нравятся у них веревочки, как конфетка. Видишь, ребенок маму потерял такой выбор здесь классный. Да, это точно. 59 рублей.